Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и поехали. Господа, помните древнюю собаку ацтеков, которая провожала их в загробный мир? Так вот, сегодня у нас в гостях ее ровесница. Почему? Потому что басенджи — не менее древняя и не менее интересная порода собак. Итак, басенджи. Бесенджи — она же африканская нелающая собака, она же конголесская кустарниковая собака, она же лесная собака из конго, она же конго-терьер, она же ням-ням-терьер и существо из зарослей. А по-русски баська — это реликтовая псинка, которая не умеет лаять. Да-да, она молчит как рыба и постоянно думает о вас всякую фигню. Фигню, потому что покладистым характером сильно не отличается, и хозяев своих ни во что не ставит. Из положительных качеств отсутствия тявканья можно еще выделить ее гипоаллергенность. Она практически не имеет специфического запаха, очень чистоплотная, а также отличается компактными размерами и гладкой шерстью. Но это еще не все. Не так быстро. Начнем с истории. Мбасанджи — дикарь, то есть не выведенная человеком порода, а сформировавшаяся естественным образом. По древности с ней могут соперничать пекинесы хаски, чаучау, шицу и ксола. Хотя официально ням-ням терьеров относят к африканским собакам, фактически их прародителями были эмигрировавшие когда-то в Центральную Африку азиатские волки. Собака эта невероятно красивая, изящная и ладно сложенная, высотой в среднем около 40 см и весом в 11 кг. История породы насчитывает около 5000 лет. Регион происхождения — Центральная Африка. В Древнем Египте этих собак привозили в подарок фараонам, которые очень почитали басанджи и считали их живым оберегом. Уникальность породы в том, что ее представители не лают, но издают особые, свойственные только басанджи-звуки, похожие на урчание, но их можно услышать лишь когда собака взволнована. Легенда гласит, что однажды вожак стаи существ и зарослей случайно узнал важную тайну, которую хранило одно из туземных племен. Понимая, что может проговориться, он и его стая дали людям клятву навсегда замолчать. С тех пор конго-терьеры общаются между собой и с людьми, используя урчание, фырканье, вздохи и звуки, напоминающие сдавленный смех. Нередко басанджи, особенно после переходного периода, в возрасте года, развивают способность петь на тирольский манер. Также особенностью породы являются морщины на лбу и туго закрученный хвост. Басанджи нередко умываются лапой, прямо как кошки. В общем, перед нами идеальный ворчун. Несмотря на, казалось бы, идеальные качества для содержания в квартире, басанджи строго не рекомендуется заводить в качестве первой собаки. Почему? Потому что это охотник, шакал и настоящий джокер. Он невероятно умный, но очень самостоятельный. Вы никогда не будете ему хозяином. В лучшем случае, если повезет только другом. И опять же, обуздать ворчуна получится только ближе к воспитанию и взрослению. Эта штука по молодости кусачая, и вы ничего не сможете с этим поделать. Кусаться – это естественное состояние басанджи. Единственное, что вы сможете сделать, это приучить его кусаться не больно. Так как ворчун эта собака стайная, она постоянно будет пытаться оспаривать ваше лидерство в стае. Позволите оспорить, не оберетесь проблем. Так что не стесняйтесь доминировать. При этом физические наказания строго не рекомендуется. Басанджи злопамятны и склонны свалить, если им что-то не нравится. Так что доминируйте как-то по-другому. Басанджи – это охотник. Это его суть и его функция. Он будет охотиться постоянно. За велосипедистами, голубями, подстреленной уткой или игрушкой. Не постесняется ограбить помойку, убежать по каким-то своим интересным и важным делам. Кошек и более мелкую живность, в особенности птиц и грызунов, часто принимают за добычу. Вышеозвученное звучит как что-то отрицательное. Поэтому перейдем к положительным сторонам породы. Ну, во-первых, они не лают. Вот вообще, ваши соседи будут счастливы. Во-вторых, это невероятно чистоплотная собака. Мыть ее не надо почти никогда. Ну, может, раз в 2-3 месяца. Из уважухи к ворчуна бассанджи можно время от времени вычесывать жесткой щеткой. Более того, у бассанджи прекрасное здоровье. Как следствие отсутствия инбридинга, характерного для породистых собак, бассанджи прекрасный компаньон для бодрых молодых людей, одиноких лиц среднего возраста, в тоске и печали, и пенсионеров, ведущих активный образ жизни. Это не слишком крупная собака, с которой надо много гулять, потому что у бассанджи неистащимая энергия. И он будет прекрасным товарищем для шатания по району и велопрогулок. Немаловажный фактор – это то, что бассанджи реально умные. У вас уйдет всего один день, чтобы научить его сидеть, давать лапу и находить свое место. Правда, с командой «ко мне» будут проблемы. Если пёс занят чем-то для него интересным, эту команду он проигнорирует. Как и вас, собаки этой породы могут решать сложные инженерные задачи. Например, открыть дверь, прыгнув на ручку, стащить рулон туалетной бумаги из ванной, принести его в комнату и раздеребанить. Бассанджи прекрасно знают, где их место. Они туда утаскивают свои игрушки, вернее то, что они посчитают игрушками. И играются там с ними, и смотрят молча, мрачно из-под лобья. Однако спать предпочитают с людьми, особенно зимой, когда прохладно. Ведь в родной Африке именно так они спасаются от ночного холода, сбиваются в кучу и греют друг друга. Как вы, возможно, поняли, бассанджи не для слабаков. Несмотря на свой размер, они могут дать жару, а уж в открытой схватке они точно выиграют. Поэтому не пытайтесь с ними драться. Дружба – намного более позитивный и приятный вид взаимоотношений с бассанджи. Но не забывайте, доминировать так и придется. Впрочем, это можно сделать без особого насилия. Бассанджи строго ритуализированы. Немного физического превосходства, немного ништяков, и собака будет золотой. Но это не точно. А как вы считаете, гипоаллергенность и молчание бассанджи превосходят ее нежелание подчиняться? Как вы думаете? Пишите в комментах. Обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал Животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok